добрый день дорогие друзья с вами канал 1 австралия и я александр петров вот нахожусь в маске в общественном транспорте и соответственно записываю ролик мы все должны в общественном транспорте надевать маски а как мы надеваем маски это уже другое дело никто не говорит что это должно быть правильно надетая маска поэтому юридически в задницу нас не взять вы думаете что власть это не понимает прекрасно понимает они делают вид что доставляют нас мы делаем вид что слушается а теперь давайте поговорим о власти власть вообще властью в австралии власть она должна быть избрана народом механизма народного избрания нет демократическая власть избирается всеобщим голосованием ну предположим мы в австралии избираем власть да то есть у нас выборы не премьер министра нас выборы партии ну партия выбирает премьер министра и вообще на выборы партии идет со своим лидером который предполагается что будет премьер министром потому что по идее мы все-таки выбираем и личности тоже но в основном движущую силу демократично абсолютно к сожалению правительство управляет нами через средства массовой информации какое-то правительство непонятно средства массовой информации у нас принадлежат фактически социальные сети и стаблишменту из сша то есть вот их ставленник джо байден барак обама до этого демократическая партия рокфеллер нельсон который ну и ротшильд из британии который очень солидарен с рокфеллер хотя они обычно немножко ссорятся но в данном случае у них одни и те же позиции одни и те же враги вот это вот социальные сети а что касается официоза газеты там и прочие традиционные сми это в руках у таких людей как руперт мёрдок и вся та же самая группа которая как оказывается которая принадлежит и социальные сми то есть вот эти вот все блоги и вот эти соцсети и так далее и тому подобное короче фейсбук радует конечно что фейсбук поссорился со скотта морисоном потому что либеральной партии ну пора уходить это было случайно что они взяли власть на прошлых выборах и сейчас им время уходить потому что ну все что надо было совершено им надо было сделать вот это карнабейси они его сделали и сейчас пора медленно скотту морисону либералам собрать манатки и так на два срока лучше на 3 должны 4 уйти куда-то почистить свои ряды и стать нормальной властью это это не очень тем более они как бы связали себя с дональдом трампом и теми силами которые привели дональда трампа и не его одного кстати власти вот скотт морисон за ним стоят как я понимаю такие же люди уж больно такой трампист оголтелый скажем так вот и опять-таки не он один так что правом пора уходить насчет демократии вообще ребята многие хорошие нехорошие люди но известные говорили о том что демократия это просто власть денег вы можете убедиться что закинул деньги и черное стало белым закинул деньги и белое стало черным люди верят всякой ерунде которую публикуют в газетах на телевизоре а если еще это подтверждается и в соц сетях то называйте дьявола ангелом ангела дьяволом и все прокатит на ура и даже те люди которые будут видеть очевидное они не будут верить своим глазам если остальные говорят обратное счастью дьявол на нашей стране нам нужно чтобы победили силы которые глобалисты мы их не любим мы понимаем что такое дерьмо на самом деле к сожалению они оказались на нашей стороне баррикад случайно или мы на их им нужны мы а они нужны нам и естественно самый махровый даже не скажу как ну хорошо глобалист который владеет средством массовой информации которому плевать на австралию а он наш союзник ситуативные как я люблю теперь это говорить потому что им нужна дешевая рабочая сила вот эти вот как бы наши австралийцы которые вот здесь вот живут по всем вот этим окрестностям им нужны профсоюзы им нужны панал тюрейтс то есть какие-то повышенные ставочки а мы согласны работать пустите дяденька в австралию а мы согласны работать уж как дяденька захочет а дяденьки хочется дяденьки вот этих вот как бы то что кормить это они зарабатывают да а дяденьки паразитируют дяденька хочет паразитировать на индивидууме которые больше крови имеет больше готов отдать и мы готовы отдать больше объективно вы готовы попросить за это меньше объективно тем более вот эти вот наши как бы озиком патриоты они как-то не очень нас хотят видеть своих рядах ну вот за это они поплатятся тем что мы лучше для вот этой мировой закулисье чем они слишком они дороги в обслуживании а мы достаточно неприхотливы и хороши только пустите в австралию дайте нам паспорт и на веки вечные мы ваши буржуины вот соответственно будучи мальчишами плохишами с точки зрения местных жителей мы конечно штрейбрейхеры может быть может быть еще чего-то но такова жизнь вы нас сами поставили в положение когда но мы типа чуждые люди вам но если чуждые давайте тогда мы все преимущества того что мы чуждые мы используем потому что тем кто реально правит не правительство а реально правит австралии этим людям нужны поэтому исходя из всего этого скажу так первое у нас хорошие шансы чтобы сюда приехать здесь остаться потому что мы здесь нужны больше больше чем вот эти вот второе ребята давайте так давайте не будем кривить душой мы тут не на беженство поддаемся демократия это не самое главное что мы ищем мы самое ищем главное стабильности и хорошей жизни если это не демократия ничего страшного как-то переживем и и в общем-то не знали лучшего и нечего к этому привыкать опять-таки они думали что жили ну как бы в более свободной стране теперь вот они против вакцины возмутились их побили немножко перчиком вот этим вот спреем черемухой обрызгали вот потоптали в наручники докатали штрафы влепили в черные списки занесли им это необычно а нам что привыкать что ли мы всегда жили так и чё нам переучиваться мы к этому общество более привыкшие чем они мы в нем жили живем а теперь жить будем а они к этому не привыкли это их проблема это не наш проект проблемы наша проблема въехать сюда и остаться здесь мы эти проблемы решаем без их помощи и в общем-то без помощи государства хотя и при молчаливом попустительстве потому что правительство попускает нам а те кто над правительством стоит любят нас любят по выше указанным мною причинам вот поэтому опять-таки добавьте оптимизма это им вот этим вот товарищам окружающим им наверное оптимизм можно подрезать лучше они если подрежут его сами если им подрежут будет обидно а у нас оптимизм есть потому что наша задача опять-таки повторю ехать нам нужны деньги нам нужен паспорт нам нужна лояльность власти а не лояльность тех людей которые вокруг нас это они объединяются в широкие народные массы правда уже не объединяются и они сами не поймут а на основе чего обинятся против вакцины но против вакцины не надо объединяться надо объединяться против тех сил которые педалируют вакцину но люди которые возмущаются против вакцины подавляющем большинстве они даже не понимают против чего реально надо объединяться а что касается людей которые все-таки понимают они понимают что будет с ними если они об этом скажут открыто поэтому где-то там в кустах они создают тонички с оружием надеюсь на то что какие-то винтовочки какие-то там патрончики а может даже гранатометы решат их проблему когда на стороне государства будут выступать приборы ночного видения дроны чипы выживленные в людей прослушка мобильных телефонов и спецназ который будет состоять из людей которому которым глубоко наплевать на чаяние любого народа в том числе и австралийского вот она какая беда а как это влияет на нас а положительно это на нас влияет а почему положительно потому что это облегчает наш въезд и оставание в австралии потому что мы лояльны этой стране которую видим как страну чей паспорт мы имеем мы они лояльны и народу мы ему еще и не принадлежим если он вообще есть то что как нация австралийцы ну нельзя сравнить с англичанами или с французами даже может быть гражданами российской федерации но не сформировались и особого прошлого нет еще те которые настоящие австралийцы очень неохотно идентифицирует себя вот этим мейнстрим австралийским обществом чтобы регионы как-то считают ну не совсем правильно построена страна и не до конца перед ними извинились кстати не до конца то что извинились не за то на что как бы то что должны извиниться а это жуткие вещи творились скажу я вам почитайте историю очень жуткие многие из вас даже не понимают о чем идет речь и что делалось теми же самые аберегенами вы даже не знаете что делалось с ирландцами почему ирландцы так не любят англичан читайте и история негров сосланных из африки в америку вам покажется еще такой детской сказочкой по сравнению с тем что происходило с ирландцами а вот что происходило с аборигенами а ведь совсем недавно лет так 150 170 тому назад делали это подданные британской короны которые сейчас составляют вот эти англо-оззи да вот этих австралийцев поэтому очень много проблем мы лояльны не власть власть может быть либеральная либо риска мы мы лояльны вообще власти то есть мы лояльны вот ребята дайте нам паспорт мы будем работать и забудьте о нас мы не протестуем мы не возмущаемся есть демократия хорошо нет демократии тоже хорошо все устраивает ребята только дяденьки пустите нас в австралию вот что я хотел сказать о взаимоотношениях нас и власти сказала власть одеть намордники одели скажет надевать вот так вот оденем так а пока не сказал не оденем пока не сказала будем делать как мы хотим а когда скажет будем сделать так как она сказала не как она думает или какой-то там common sense а как там сказали так мы и делаем но всегда найдем лазеечку чтобы и власти польстить и себя не обидеть вот дорогие друзья вот такой австралийский патриотизм и поведение вам рекомендую сейчас и в будущем и власти польстить и себя не обидеть она все остальное заплюйте и забудьте нафиг отборолись спасибо